Сюда привезли ребят, нанятых ребят с политеха, это мы уже знаем 100%, нанятых по 100 гривен за одного человека. Наняла их охранная фирма «Нимфа» для того, чтобы они здесь провели акцию. Акцию стояли с плакатами, ребята искандировали «Хайкин, вор Хайкин должен сидеть в тюрьме». Спрашиваем этих ребят, никто его не знает и никаких претензий к нему не имеет, они оплачены. Когда они стали собираться, сворачиваться, мы стали наблюдать, куда они пойдут. Здесь их ждали два автобуса, лайнер и 130 маршрут ждал. Ребята стали садиться в маршрутку и снимали наши ребята, как это все происходило. Один из этих, который потом участвовал в расстреле наших ребят, подбежал и начал выбивать камеру. Произошла потасовка, он начал пытаться ударить наших ребят, чтобы не было снято его лицо и убегать. Когда он убежал, наши ребята развернулись и стали идти опять к суду, ждать результата решения суда. В этот момент выскочили двое, которые из-за двора. И подъехала машина, из этой машины начался расстрел наших ребят. Первый, Лешу в лицо стреляли для того, чтобы он потом не мог предъявить, не знаем, сможет ли у него зрение будет или нет. И ребятам в ноги, для того, чтобы они не могли быстренько сообщить нашим, что произошло. Дальше вот сейчас присутствует милиция, полностью при всем этом присутствовала. Мы требовали милицию, которая охраняла этих молочек, чтобы они проверили у них документы, кто они такие. Милиция стояла и бездействовала. У нас есть фамилия старшего, который был старше этой группы и который стоял бездействовал. Мы обращались к Фучиджи и звонили ему и просили помощи для выяснения личности этих ребят. Также был там отказ. Поэтому полностью вся власть на стороне бандитов. В дальнейшем действии поднимается весь город. И теперь посмотрим, чем закончится это для нашей власти.